Бесчестие 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 Слова будущего тела есть не что иное, как необыкновенный свет этого тела, качество указываемое не раз с особенной силой Священным Писанием, как Ветхого, так и Нового Завета. В Новом Завете Сам Господь говорит, праведники просветятся, как солнце в царстве Отца их. И апостол Павел открывает нам, что Христос преобразит тело смирения нашего, чтобы быть подобными сообразному телу славы Его. У того же апостола воскресшие тела сравниваются с светилами небесными, причем различием света в этих небесных телах образно указывается на различия световой славы в наших телах, соответственно различным степеням совершенства жизни духовной. Примеры будущего прославления нашего тела можем видеть в обоих законодателях Ветхого и Нового Завета. О Моисееве встречаем свидетельство в книге «Исход», буквально известненное апостолом Павлом. Сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица Его, которым он был обличен за время своего сорокадневного пребывания с Божеством при написании закона. О Спасителе нашем также при событии преображения известно, что лицо Его просияло как солнце в световом блеске, который сильно подействовал на учеников и поверг их в блаженное восхищение. Неизлишне при этом припомнить, что ангелы чувственным видимым образом являются в светлых телах. Сходство жизни нашей по воскресении с ангельской необходимо требовать, чтобы и тела наши, как и временные тела ангелов, были светоносны. Силу же духовности воскресшее тело наше будет и нетленно. Сеется в тлении и восстает в нетлении. Нетление есть такое свойство воскресшего тела, которое заключает в себе два другие качества. Воскресшее тело, как нетленное, будет крепче и сильнее настоящего. Оно не будет уже разложимо на свои составные части или основные элементы. Вместе с душою, которая никогда не выйдет из духовного прославленного тела, последнее будет иметь непрерывное участие в бессмертии, в этом славном свойстве вечного Бога. И умереть уже не могут, говорит Иисус Христос, о тех, кои улучили век. Он, тот, равно был ангелам. И будут суть сыны Божии. Сыны воскресения. В этих словах Господа мысль отрицательная о невозможности умирания до тела воскресшего доказывается двумя параллельными, взаимнодополняющими, утвердительными предложениями, равны суть ангелам и сыны Божии. А эти предложения, в свою очередь, сводятся к положительной мысли, как к своему доказательству, потому что сыны воскресения, в новозаветном выражении «сын воскресения», которое составлено по прямому противоположению ветхозаветному «сын смерти», понятие воскресения берется в усиленном смысле, в смысле совершенной, побеждающей смерть жизни, которой призваны будут участвовать воскресшие. В силу этого участия воскресшие суть сыны Божии, название обыкновенное для ангелов, и равно ангелам. Ангелы, понятно, здесь мыслятся как духи бессмертные, непосредственно участвующие в вечной жизни Бога Духа. Их духовной природе являются подобными воскресшие своим духовным телом, но не торжественными. Свойство женицления будущего нашего тела ясно обозначается апостолом Павлом в известных словах «Знаем, что когда земная наша храмина, тело разорится, создание от Бога имеем в храмину нерукотворенную, вечную на небесах». Мысль, выраженная в этих словах, у апостола образна. Через противоположение и есть та самая мысль, которая иначе выражена у апостола словами «тленное сие обличается внетление». Так, прежде всего, будущее тело наше называется словом «создание». Слово означает прочное, долговременное здание, в противоположность временной, краткосрочной постройки. Далее говорится, что создание будет, то есть наше будущее тело, произойдет от Бога, будет стоять в необходимом, существенном отношении к Нему. Будет определено самим Богом, поэтому оно будет вечно, так же, как вечен произведший его Бог. Как непосредственно происшедшее от Бога, а действие его всемогущества. Будущее наше тело в воскресенье называется апостола, в отличие от настоящего первоначально сотворенного из перси земной тела, хроминой нерукотворенную. Чем еще раз указывается на признак неразлагаемости будущего нашего тела, его вечность? В заключении замечается первоверховным апостолом, что и внешняя среда, которая будет определена для тела воскресения, есть небо в небесах, среда, подобная той, в которой обитают ангелы, и нисколько не похожая на тлетворно подчас действующую среду у земного нашего тела. Как тела праведных облекутся во славу, будут сиять невыразимым светом, так в противоположность тела грешных оденутся в бесчестие, они будут так же нетленны и бессмертны. Но эта честь, по выражению златоуста, послужит им к мучению и наказанию. Одни, говорит пророк, вступят в жизнь вечную, а другие в укоризну и в устыдение вечное. Одни просветятся, как светлость тверди, как звезды вовеки, а другие омрачатся, как ночи тьма. Это потому, что все будущее состояние наше разовьется, как из семени из настоящей жизни. Кто здесь омрачил, обезобразил свое внутреннее существо постыдными волнениями страстей и усилил этот внутренний мрак делами преступными, тот в ином мире оденется всем существом своим во тьму и бесчестие. Как в душе, так и по внешнему виду окажется мрачным и безобразным, потому что тело будет образом духа. На нем, как в зеркале, отразится весь постыдный образ души, омраченный пороком. Беззаконные не будут иметь и той свободы, в которой увидят себя праведные, отдавши сердце свое земле, а не Богу, прилепившись к образам мира сего, которые перейдут, прейдут, а не увидят себя в тесноте и скорби. Как в душе, так и в теле для них откроется источник болезненных, мучительных чувствований. Скажем теперь о том, что последует с теми людьми, которые доживут до дня воскресения. Они, по учению Слова Божия, в тот день вдруг изменятся. Не все мы умрем, говорит апостол, но все изменимся вдруг. Во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит. И мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, а и смертному сему облечься в бессмертие. Сперва умершие воскреснут, потом живые изменятся. Сие говорим вам словом Господним, говорит апостол, что мы, живущие и оставшиеся до пришествия Господни, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, на воздух, в встретине Господу. Итак, все те люди, которые доживут до пришествия Господня, уже не испытают смерти, но чудным изменением вдруг увидят себя в новом теле, в новом состоянии. Не испытавших смерти, совлекутся тлении и смертности, и облекутся в нетлении и бессмертие, примут все те свойства, с которыми воскреснут умершие. Потому что плоти и кровь Царствия Божия не могут наследовать, и тление не наследует нетлении. Этому тленному телу должно облесчись в нетлении, чтобы вступить в новое славное Царство Божие, быть сообразным тому высшему состоянию, в которое Господь приведет свои творения с открытием будущего века. После того, как совершится воскресение мертвых и последует изменение живых, откроется последний страшный суд, которым окончательно определится участь духовно-нравственных существ. Глава одиннадцатая. О втором пришествии Иисуса Христа и страшном суде. Второе пришествие Христова. Пришествие Сына Человеческого будет внезапно и поразительно, как молния выходит от востока, и бывает видна даже до запада. Так будет пришествие Сына Человеческого. Предоткрытие Вечного Царства Христова вся природа испытает необычайные изменения, будут знамения в Солнце и в Луне, в звездах и на Земле, туго языком от нечаяния, шума морского и возмущения издыхающим человеком, от страха и чаяния бедствий, грядущих на Вселенную. Точно в те дни, после скорби той, Солнце померкнет, Луна не даст своего света, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Солнце померкнет, будучи неуничтожаемо, но побеждаемо светом пришествия Христова, звезды спадут, ибо какая же в них будет уже нужда, когда не будет ночи. Силы небесные подвигнутся, видя такую перемену. Все эти ужасные потрясения будут предвестием страшного и славного пришествия Сына Человеческого. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все полемена земные, и узят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Знамение Сына Человеческого, по согласному и объяснению святых отцов, есть крест, который первый явится на небе со всем воинством ангельским, озаряя всю землю от концов и до концов ее, пачи светлости солнечной, и возвещая пришествие владыки Христа. Световидное знамение креста предшествует царю, прежде распятому, конечно, для того, чтобы злоумышлявшие и пронзившие его иудеи, увидев, восплакали во исполнение слов древнего пророка, возряд на него, которого пронзили. Крест приведет им на память богоубийственное дело их и, обличив с непререкаемой силой и упорной неверия их, сделает безответными на суде правды Божией. Но восплачутся и все, которые проводили греховную и чувственную жизнь, мудрствовали земное, хотя бы то были и христиане. Впрочем, это же победное знамение страх для врагов принесет радость уверовавшим во Христа или проповедникам Его, или пострадавшим за Него, а последним всеобщем суде возвестит людям последняя Божья труба, которая служит образом некоего особенного действия Божьего всемогущества, образом заимствованным от обыкновения евреев созывать собрание посредством трубных звуков. Левит 25, 9, числа 10, 2, судей 3, 27. Пошлет ангела с их трубою громогласно и соберут избранных Его от четырех ветров, от края земли до концов неба. Они соберут не только избранных, но также по изречению Господне, сказанному прежде, все соблазны и творящих беззаконие, потому что в воскресенье мертвых все находящиеся во гробах услышат глаз Сына Божия и выйдут, творившее добро в воскресенье жизни, а делавшие злое в воскресенье осуждение. Утешая своих последователей, Господь присовокупил, начинающим же с ним бывать, восклонитесь и воздвигните главы ваши, потому что приближается избавление ваше. Что же касается до времени пришествия Сына Человеческого на страшный суд, то продолжал Господь, о дне том и часе никто не знает, ни ангелы, ни небесный, ни Сын, только Отец Мой один. В этих словах, хотя и прикровенно, Господь высказал своим ученикам ту же самую мысль, которая ясно выражена им впоследствии. Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. По замещанию блаженного Феофилакта знает он о дне и часе том, как это ясно из многих других мест. Да и как не знать Сыну этого дня, когда Он знает, что случится в будущем, или по толкованию святого Афанасия Александрийского «Сын у Отца и Отец в Сыне, Отец же знает день и час, то явствует, что Иисущий во Отце сын, и ведущий, что во Отце сам знает день и час». Но возбраняя даже и спрашивать о том, что не приносит нравственной пользы, Он указал на свое незнание, которое по объяснению святых отцов немало не противоречит все ведения Его. Святой Василий Великий говорит, что Господь, как второе лицо Пресвятой Троицы, первое ведение настоящего и будущего приписывает Отцу, и во всем указывает на первую причину, то есть начало ведения в Сыне от Отца. Святой Григорий Богослов относит незнание к человеческой природе Иисуса Христа. «Для всякого явно, что Сын знает, как Бог, приписывает же в себе незнание, как человек». Так же выражается и Святой Афанасий Александрийский. «Господь поступает с учениками, по словам блаженного Феофилакта, как мудрый Отец с нежно любимыми детьми. Если бы Он сказал, «Я знаю, но не хочу открыть вам», в таком случае Он опечалил бы их. А теперь, когда говорит, что ни ангела не знает, ни я, Он совершенно удерживает их от желания знать и докучать Ему. Причину же умолчания о времени Последнего Суда Святой Василий Великий находит в том, что неполезно было людям слышать о всем, ибо всегдашнее ожидание делает более ревностными в благочестии, а знание, что до суда еще долго, сделало бы более нерадивыми в благочестии. по надежде, что можно спастись, покаявшись впоследствии. Вследствие неизвестности времени пришествия Сына Человеческого, верующие должны духовно бодрствовать. Блюдите, бдитесь и молитесь, ибо не знаете, в который час придет. Эта заповедь о духовном бодрствовании есть общая заповедь для всех Последователей Христовых на все времена, до самого конца мира. «А что говорю вам?» «Говорю всем!» «Бодрствуйте!» Таково решительное слово Господа. «Бодрствуйте!» «Бы не знаете, когда придет Сын Человеческий. Смотрите, чтобы сердца ваши не оттекчались объедением, пьянством и заботами житейскими. И найдет на вас внезапно день тот, как сечь придет на всех живущих на лице всей земли. Бодрствуйте и молитесь во всякое время, да сподобитесь убежать всех сих, хотящих бытий, и встать перед Сыном Человеческим. Господь открыл вам то, что полезно знает для того, чтобы сохранить благоразумную осторожность и не увлечься общим потоком беспечной чувственности. Как было во дни Ноева, так будет пришествие Сына Человеческого. О такой внезапности пришествия Своего на страшный суд Господь предупреждал учеников еще раньше, указывая им на времена не только Ноя, но и Лота. Время жатвы есть изображение того времени, в которое наступит конец света. Когда в поле хлеб созрел и пришла пора сжать, вы говорите, скоро пройдет лето, наступит осень и кончится год. Как в поле, так и в целом мире есть свой год. Год великий, безмерный, заключающий в себе не сто лет, не тысячу, не пять тысяч, а много столетий, тысячелетий, столько, сколько угодно будет Господу. Этот год когда-нибудь кончится, то есть пройдет весна мира, пройдет лето, мир в своей жизни делами склонится к осени, и тогда ему конец. В поле у вас все цветет, красуется, спеет до жатвы. В мире живут люди, стоят деревни, цветут города, красуются царства и народы. До той страшной годины, когда волею Господней положатся всему предел и межа. В поле, видя между пшеницей негодную траву, вы говорите, не тронь ее, не топчи пшеницу, пускай растет, пока поспеет пшеница. В мире между людьми добрыми, видя людей злых, Господь говорит, пускай они живут до поры до времени, не стану их наказывать, чтобы вместе с ними не наказать людей добрых. Наконец, в поле, когда хлеб поспел, пшеница зажелтелась, а вместе с ней выросла трава, вы говорите, все созрело. Пора за серпы, пора за жнива. Так и в мире. Пока добрые поспеют в добре, праведные и святые, как пшеница, вызрюют в правде и святости, а злые во зле, порочные и грешные, почернеют, как куколь во грехах и пороках. Тогда Господь скажет, пора мне взять меч правосудия моего и пожать нечестивых от земли, а праведных собрать, как пшеницу, в житницу мою, то есть царство небесное. Вот каким образом кончина мира похожа на жатву. В день всеобщего суда дела каждого откроются пред всеми. Святые предъявят тогда свои страдания, а грешники свои пороки. Уста умолкнут тогда человеческие и не будет надобности предлагать вопросы. Тело будет то же, что зеркало, в коем отразятся все деяния человеческие. На видение всем. Тела целомудренных проявят чистоту, а тело нечистого отразит безобразие. Каждый да научится сему из природы. Плоды древа сокрыты внутри его. Но вот приходит весна, и то, что тайно содержалось внутри дерева, исходит наружу, и все видят их. Так в день суда и дела выйдут наружу. И слова явятся всем видимы. Дела, как плоды, и слова, как листья дерева. В самом теле человеческом есть сокровенные, которые выходят наружу в свое время. В владельчестве зубы, в мужестве борода, в старости седина. Так и в последний день суда. Все откроется перед очами всех. Не только дела и слова, но все помышления, которые ныне сокрыты от знаний других, но и сокровенного, чтобы не открылось по слову Иисуса Христа. Нет сокровенного. Так как известно, что все тайное обнажится в пришествии Христова, то очистим себя от всякой скверны плоти и духа, творя святыню страхи Божиим, дабы явленные всем дела наши доставили нам честь и славу, а не стыд. О пользе памятования страшного суда Господня. Святой Анзлатаус учит, если ты хочешь соделать души свои жилищем, достойным Бога, то воспоминай бесперерывно о том страшном дне, в который собранное у подножия престола Христова. Мы должны будем дать отчет о всем, что сделали на земле, в которой грехи наши объявлены будут перед целым миром, и все наши действия, даже те, которые давно забыты нами, откроются, в которой мы увидим реку огненную и червя неусыпающего, в которой разогнутся книги наших сердец, и с высоты судилища прочтется история нашей жизни, и объявятся все наши деяния, как тайные, так и явные, как те, которые совершены под покровом ночей, так и те, которые сделаны при свете солнца. Все, что сделано нами по неразумии, что даже забыто нами, все откроется перед лицом неба и земли. Там не только наши деяния, но слова и даже помышления составят предмет суда, и тяжкие наказания будут определены за грехи, которые мы считаем легкими. Размышляйте об этом прилежнее, воспоминайте чаще, имейте перед очами своими беспереживно и тот неугасающий огонь, и того судию, который придет судить живых и мертвых, окруженный тысячами ангелов. Представляйте себе, что вы уже слышите звук последней трубы и осуждения, поражающие грешников. Вот одни из них подобно плевелам собраны в снопы и брошены в огонь, другие связаны по рукам и ногам вержено во тьму кромешную. Иные преданы червю неусыпающему, плачу и скрежут у зубов, кто осужден за жизнь рассеянную и всецело преданную миру, кто за обиды, причиненные ближним, кто за соблазн братьей, кто за преступления, которые никому не были известны, кто за слова праздные, кто за иные преступления. Только все грешники восстанут в стыдение вечное и навсегда лишены будут лицезрения Иисуса Христа, который поразит их словами. Истинно говорю вам, не знаю вас. Глава двенадцатая Кончина мира После всеобщего страшного суда над существами духовно-нравственными немедленно в тот день и час последует кончина мира, конец на земле благодатного Царства Христова и начало Царства Славы, начало новой блаженной жизни праведников и вечной жизни страдания грешников. После суда последует конец мира, кончина века. Эту истину засвидетельствовал Сам Иисус Христос в Своей притче о семени «Жатва, кончина века есть, а жнецы суть ангела». И как собирает плевело огнем сожигает, так будет при кончине века. Не должно понимать под словом конец уничтожения мира. Бытие мира не кончится, мир не уничтожится, но только изменится в соответствии тому, как не уничтожается человек, изменяясь только из тленного в нетленного, из смертного в бессмертного. С изменением человека последует изменение всего мира, изменение законов природы, последует новое устроение мира, соответственно имеющему настать новому порядку в Царстве Христовом. Что действительно рано или поздно последует кончина, века, конец мира, об этом свидетельствует божественное откровение и наука. Вот свидетельство Слова Божия о действительности конца мира. В Ветхом Завете пророк и царь Давид о конце мира так писал. Вначале Ты, Господи, основал землю, и дела рук Твоих в небесах, они погибнут, а Ты прибудешь. И как ризу обветшаешь, и как одежду совьешь их. Все было в мире и согласии, пока не нарушил их сам человек, царь природы. С падением человека расстроился союз всего создания, и из мирного согласия последовало враждебное восстание, посеянное в творении Божьем врагом мира и любви. Новому духовному человеку должна соответствовать и природа. Весь видимый, вещественный мир возле лежащий должен очиститься от гибельных следствий человеческого греха и обновиться в соответствии обновленному человеку. Ибо сама тварь освободится от рабства тлению, в свободу славу детей Божиих. Обновление мира совершится в последний день. Так что на новом небе, на новой земле не останется уже ничего греховного, а будет жить одна правда. За изменением человека немедленно последует изменение природы. И будет тогда новая земля и новое небо по свидетельству самого Творца неба и земли, их создавшего, и их могущего изменить, сообразно их назначению. Небо и земля прийдут. И в другом месте, доколе стоит мир, или скорее придет небо и земля, скорее миру настанет конец. Из всех слов Господа Иисуса Христа видно, что небо и земля нынешние только прийдут, но не уничтожатся. А по словам Давида, как старая одежда изменится в новую. Что подтверждает апостол Петр, говоря, мы ожидаем по обещанию Господа нового неба и новой земли, где будет царствовать только одна правда. Иоанн Богослов действительно видел в откровении небо новое и землю новую. Ибо первое небо и первая земля прошли. От каких же причин последует конец настоящего состояния мира и вместе с этим рода человеческого? Этого вопроса касается и Слова Божия и наука, показания которых в некоторых других случаях неудобо согласимые, могут быть по данному вопросу удачно примирены между собою. Священное Писание весьма кратко говорит о занимающем нас предмете. Из наиболее ясных мест, в которых говорится об образе кончины мира и разрушении настоящего мирового порядка, мы укажем два. Солнце померкнет, говорит Христос своим ученикам о последних днях мира, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба. То есть потеряют свой блеск, а не обрушатся на землю. Потому что далее род человеческий представляется еще существующим на земле, и после этого и силы небесные поколеблются. Если Господь не сказал, что произойдет окончательное разрушение неба и земли, то апостола Петра об этом говорится довольно ясно. «Нынешние небеса и земля, — говорит апостол, — сберегаются огню на день суда, и погибели нечестивых человеков. Тогда небеса шумом предут, стихии же разгоревшейся разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Изображенное в первом месте прекращение жизни Солнца должно, естественно, повести за собой и прекращение существования человеческого рода, что будет составлять первую половину ужасного события кончины мира. Слова же апостола Петра относятся к разрушению земли и вообще теперешнего мирового порядка, что последует за страшным судом и совершится действием огненного элемента. Вот то немногое, что сообщает нам Библия об образе кончины мира. Что касается естествознания, то оно предоставляет нам очень большой выбор способов погибели, из рассмотрения которых мы, однако, приходим к тому заключению. Что наиболее вероятными в науке признаются те мнения, которые в нашем вопросе сходятся с словами Священного Писания. Знаменитый Бифон утверждал, что Земля первоначально находилась в разгоряченном состоянии только по истечении с 74 тысяч 832 лет с момента ее появления, она охладилась за настоящие свои температуры, при которой на ней стало можно жить человеку. Охлаждение Земли, по мнению Бифона, не окончилось. Наша планета продолжает охлаждаться все более и более, и через 93 291 год она охладится до того, что всякая жизнь на ее поверхности должна будет угаснуть. Бифон основывал эту гипотезу на том, что температура земного шара по Земле по мере углубления в ее недра постепенно возвышается. Именно углубившись на 30 метров внутрь Земли, мы нашли бы, что там температура выше на 1 градус по Цельсию температуры земной поверхности. Это значит, по словам Бифона, что охлаждение Земли началось сверху и идет постепенно к центру, по охлаждению которого Земля обледенеет и не будет уже в состоянии питать людей. Но основания гипотезы этой не твердых. По известному физическому закону все тела от тепла расширяются, а от холода сжимаются. Прилагая этот закон к земному шару, мы, проведя последовательно мысль, проводя Бифона, должны допустить, что и радиус земного шара, и весь объем его вследствие охлаждения уменьшаются. Но известно, что с уменьшением объема веса увеличивается скорость его вращения. Это можно видеть, например, когда вертит громадный глобус, и глобус не более яблока. А потому вопрос об охлаждении Земли превращается в вопрос астрономический, который можно для большей определенности выразить таким образом. За 200 лет до Рождества Христова... К этому времени можно относить начало точных астрономических вычислений. За 200 лет до Рождества Христова обращалась ли Земля с той же скоростью, с какой обращается она в наше время? «Луна, — говорит Араго, — во все времена проходила в звездные сутки одну и ту же дугу». Следовательно, надо бы заключить, что и эти сутки в продолжении двух тысяч лет немало не изменились. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...